Как может выглядеть тот же самый прием, скажем, эскесо-гатами? Как? Анастасия. Пум. Я занял сайт-контроль. Взял руку. Мне прекрасно в этом сайт-контроле. Смотрите, где находится ее рука. У меня уже есть андерхук. Прекрасно. Сейчас мне нужно законтролировать Анастасию еще чуть покрепче, дабы желание двигаться у нее пропало. Я буду блокировать ее вот это плечо. Полностью уберу подвижность этого сустава. Итак, имею андерхук. Продолжая контролировать ее бедра, продолжая контролировать ее руку, сейчас я буду выносить свою ногу себе под ножку, да? Я переношу вес тела сюда. Вряд ли она куда-то уйдет. Уйдешь, Настя? Как я выношу сюда? Назад. Дольше. Да. Итак, продолжая контролировать ее руку, продолжая контролировать ее бедро и переношу вес тела сюда, я засовываю свою ногу себе под ножку. Пум. После чего опускаю ногу в сторону. Я заблокировал ее плечо, поставив свою ногу ей на бицепс. Вот так. Вот так. Теперь отсюда я буду выходить в позицию север-юг, да? То есть, чтобы смотреть головой в сторону ног, Настя. То же самое. В два шага я буду перебираться одной ногой на ближнюю к вам сторону. Раз. Подтянул. Два. У меня зафиксированная Анастасия между моих ног. Полностью выключена дальняя рука. Я потом покажу другого ракурса. И прижатая к моему корпусу рука Настя. Настя, Настя, может сейчас, конечно, отсюда он не может достать на свою руку ракурс. Но Настя может немножко подумать и придумать вот такой способ. Мне не нужно. Вот это вот мне совсем не хочется. Поэтому задача не дать Насте подумать. Просто Настя. Итак, мы вышли в эту позицию. Настя начинает думать. Мы схватили ее. Вот здесь. Акатать. Закрыли. Захват. Как на рерный китчок. Да, вот такая штука. И после этого я могу доделывать кимуру из этой позиции. Сжал руки. Перевел Настину руку. В ту же самую позицию, в которой она была. Это классический кимуре. Просто другой захват. И точно так же, идя головой к ее ногам, я буду заварить ее, руку ей за спину и скрутил. Держание. Пум. Пум. Рерный китчок к себе. За спину. Скрутил. Конечно, отсюда я могу перейти на классическую версию. Поменять руки. Взять захват. Четверка. За спину. Идет и сам. Ну и для тех, кто занимается на шоссе эндезиастов, а у нас, как известно, с недавнего времени легальные для некоторых ребят болевые на кисть. Из этой позиции, когда мы вышли сюда, мы можем, собственно, сделать болевые на кисть. Захват здесь. Прижать локоть. К корпусу. Небольшое скручивается еще и движение. И, собственно. Пум. 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 Один маленький нюанс по поводу как с наибольшим контролем захватить атакуемую руку и зафиксировать ее перед тем как выйти на завершение атаки. Я беру руку под трицепс и разворачиваю ее локтем вверх под себя фиксируем ее здесь теперь я могу зафиксировать подвижность плечевого пояса здесь вытащить свою ногу под колено поменять развернуть взять держу Ярнекед за спину Но в джиу-джитсу мы всегда ищем наиболее короткие пути решения наиболее упрощенные способы сделать человеку боль Я тоже всегда выступаю за то чтобы максимально рационализировать свой джиу-джитсу пусть он будет чуть менее красивым но зато спортсмен меньше устает меньше потеет и и все Музыка 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 Музыка